для детей и их родителей, но приносящих деньги в те кружки, где больше клиентов. В результате у молодого поколения будет выбор. А у создателей секции появится стимул делать занятия интересными и полезными, иначе ни детей, ни денег. Для начала, все это заработает в трех пилотных регионах. Соглашения с главами субъектов подписаны на полях Международного экономического форума. Интерес проявили Республика Татарстан, Алтайский край и Ханты-Мансийский автономный округ. В них уже заработали макеты новых инновационных детских центров. Есть инвесторы, а значит, совсем скоро должны появиться образовательные площадки для обучения. У нас много гуманитарных разных направлений, очень мало технических. В советское время были кружки, много было. И мы года 3-4 назад уже вовлекли в этот процесс промышленные предприятия. И даже вот такая форма, когда на уровне российского государства дается старт создания таких детских технопарков, это дает нам возможность вовлечь еще больше промышленных предприятий, потому что эти дети в будущем будут работать в этих институтах, в этих предприятиях и со школьной скамьи, чтобы они получили те навыки, которые нам нужны. И я считаю, что это очень важное направление, и мы всячески будем поддерживать. У нас, например, введена система поиска талантливых детей. Сама по себе она работает. И очень серьезно занимаемся созданием ресурсных центров, развитием их для того, чтобы подготавливать специалистов уже средней профессиональной подготовки и высшей. То есть есть некий разрыв между тем, что мы делаем в поиске талантливых детей в школе и в детсаду в школе, и уже следующей ступенькой. Эта система, о которой мы сейчас с вами говорим, инициатива, которую поддержал президент Агентства стратегических инициатив, она как раз создает возможность для комплексного внедрения этой истории. Будущая сеть детских технопарков в чем-то похожа на взрослую. Сейчас в нашей стране 12 технопарков для предпринимателей. Специалисты подсчитали, что если в каждом крупном городе будет построен хотя бы один такой детский центр, всего по России может получиться несколько десятков подобных точек, нацеленных на развитие юного потенциала. В наши дни уже не в судомоделировании или на фотокружке, а, скажем, в робототехнике. Впрочем, это уже их, не детский выбор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова